Всем привет друзья! Прежде чем мы начнем, хотелось бы поблагодарить Парадайз за поддержку в создании данного видео и поддержке канала. Огромное спасибо! Друзья, подпишитесь на канал и не забудьте поставить лайк, если вам данное видео понравится. С вами Аниманка и мы начинаем! Субтитры сделал DimaTorzok Б-класса. На место события прибывает Геннесс. Они с Гарроу вступают в бой и во время их битвы, внезапно из-под земли появляются монстры для поддержки Гарроу. Он не ожидал и естественно удивляется этому. Монстры сообщают Гарроу, что пришли помочь ему и говорят, что верхушка ассоциации монстров приглашает его в свои ряды. А тот, в свою очередь, выражает свое недовольство и просит, чтобы те свалили куда подальше. Геннесс сразу же разбирается со всеми монстрами и подозревает Гарроу в сотрудничестве с ними. Геннесс упоминает своего учителя Шейтан, который является совершенным и непобедимым героем. Гарроу не понимает о ком. И по его лицу видно, что ему стало интересно, о каком же герое идет речь. Геннесс, долго не задумываясь, заряжает огненный шар из своей железной руки и пытается выстрелить из него, как Тони Старк. Но он не успевает, потому что Бэнг в буквальном смысле из ниоткуда налетает на Гарроу, ударом ноги, пробивая ему голову. От удара Гарроу отлетает в сторону. Бэнг просит Геннесс отдать им самим разобраться с Гарроу. Тут же мы видим брата Бэнга, который кулаком в вихре разрывает монстра на части. Бомб говорит, что сам займется монстрами, пока Бэнг разбирается с Гарроу. Бэнг атакует его и наносит ряд сильных ударов, не оставляя возможности ответить. Гарроу приходит в ярость и в порыве гнева. Он бьет ногой об землю, избивает своих противников с ног. В ту же секунду над полем сражения появляется Феникс. Геннесс замечает его, но не успевает ничего предпринять, потому что монстр взмахом своих крильев откидывает их назад. Он хватает Гарроу и улетает вместе с ним. Геннесс сразу же заряжает пушку спирального сжигания и пытается сбить их, но Феникс зовет Многоножку Старейшину. Тот появляется из-под земли и прикрывает их с Гарроу. Бэнги и остальные сразу же бегут спасать героев, которые пали от рук Гарроу. После они вступают в бой против Многоножки. Тем временем Феникс направляется в штаб ассоциации монстров. Феникс думает, что Многоножка Старейшина запросто убьет двух героев из С-класса. Он имеет в виду Геннесса и Бэнга. Он говорит, что противостоять Многоножке Старейшине способны лишь четыре героя из С-класса. И это Торнадо Тацумаки, чьим навыкам Эспера просто нет равных. Обладающий безмерно военной мощью Стальной Рыцарь, сильнейший человек на земле Кинг и герой, что однажды чуть не убил Многоножку, Ласт. И как мы с вами знаем, Многоножка присоединилась к ассоциации монстров, чтобы отомстить Власту. После Феникс говорит, что у Гарроу развязка слабая, как и всегда. И что ему нужно убедиться, что противник больше не дышит тебе в спину. Гарроу приходит в ярость и просит, чтобы тот отпустил его, и что это его добыча. Феникс дает ему знать, что те герои все еще живы, но просит его, чтобы он не беспокоился об этом, потому что Многоножка доведет дело до конца. Феникс просит его не дергаться и успокоиться, и говорит, что ему стоило прикончить их, когда у него была возможность. Это выводит Гарроу из себя, и он в попытке вырваться из лап монстра теряет сознание из-за своей слабости. Мы знаем, что потом случилось с Многоножкой. Сайтама одним ударом превратил ее в пыль, и все, нету больше той самой Многоножки старейшины. Гарроу приходит в себя уже в непонятном для него месте. Он замечает письмо, в котором Геро Геро приветствует его в Ассоциации Монстров. Приветствует настолько, что даже подготовили для него одежду, идеально подходящую по размеру. Едва придя в себя, Гарроу выходит в коридор, в конце которого он слышит непонятный шум, следуя которому он попадает на собрание Ассоциации Монстров, где присутствуют все монстры, включая Короля Монстров Орочи. Гарроу удивляется, увидев этого гиганта. Геро Геро через телепатию просит Гарроу пока что подождать, но один из монстров замечает Гарроу и просит его выйти. После чего он сразу же выходит. Орочи говорит охотнику на героев, что если он действительно хочет стать монстром, то ему нужно принести голову любого героя. На что Гарроу отвечает ему, что уже сделал это сегодня утром. Однако его прерывает Феникс, сообщив, что Многоножка был повержен, а Бэнги и все остальные герои живы. Это удивляет Гарроу, и тот уделяется для выполнения задания. Геро Геро отправляет за ним двух монстров Драконьего уровня, Королевского Потрошителя и Бога Жука, чтобы те проследили за ним. По пути он натыкается на митинг, в котором людей призывают вступить в Ассоциацию Монстров, утверждая, что у героев нет никаких шансов против монстров, и людям лучше сдаться без сопротивления. Гарроу прерывает этот митинг и его настораживает, что все дошло до подобного состояния, а когда он станет монстром, это уже не станет обсуждаемым событием. Он решает повергнуть всех в шок и показать настоящий ужас, но сперва ему нужно перекусить. Гарроу заходит в кафе, где по случайности оказывается и наш Сайтама. Он заказывает все мясные блюда, что есть в меню. Насытившись и восстановив свои силы, уходит не заплатив. Официант поднимает панику и кричит о том, что кто-то ушел не заплатив все. И тут Сайтама, который сам сидит с пустым карманом, решает воспользоваться возможностью. И кидается в погоню за нарушителем. По пути Гарроу натыкается на Торео. Мальчик извиняется перед ним за то, что в прошлый раз убежал, хотя он защитил его. И называют Гарроу героем. Это выводит его из себя, и он затыкает Торео. Тут в эту же секунду за спиной появляется Сайтама, отчитав Гарроу, как ребенка по типу. Мистер поел и свалил, больше так не делай. Хотя сделал ты это невероятно вовремя. После Сайтама быстренько разворачивается и уходит. Гарроу это злит еще больше, так как он надеялся на драку. К тому же теперь какие-то непонятные герои его отчитывают. Он спрашивает у него. Какое у тебя геройское имя? Сайтама глубоко вдохнув, называет свое геройское имя. Я... Я... Лысый плащ. И даже не обернувшись, продолжает идти. Тогда Гарроу идет к Сайтаме со словами. Эй, ты... Я монстр. И я собираюсь убить тебя. Он хватает его за плечо. Но Сайтама тут же наносит ему удар, который сбивает его с ног. И Сайтама быстренько покидает место событий, так как не хочет, чтобы их видели вместе. Придя в себя, он видит рядом с собой Терео и даже не помнит, что произошло и кто его избил. Мальчик предполагает, что, наверное, это из-за сильного удара головой. Не успевает Гарроу прийти в себя, как из тени выходят монстры, которые все это время следили за ним. Монстры насмехаются над слабостью Гарроу и говорят ему убить мальчика, чтобы доказать, что он действительно является монстром и хочет попасть в ассоциацию монстров. Но Гарроу отказывается, не видя в этом смысла. После чего монстры решают вступить с ним в бой. Потрошителя это забавляет. И он говорит, что если охотник за героями хочет стать монстром, ему нужно отказаться от человечности. Ведь в мире, который они хотят создать, убийство ребенка должно стать обычным делом. Обстановка накаляется. Гарроу требует, чтобы монстры свалили куда подальше. Но их это, конечно же, не волнует. Потрошитель начинает атаковать. Он замахивается на мальчика, но Гарроу прерывает его атаку. Схватив его за руку и пробив его корпус, он откидывает монстра. Но тот сразу же встает на ноги, как будто бы ничего и не было. Гарроу кричит Торео, чтобы тот убежал оттуда. Потрошитель говорит, что все уже. Теперь ты враг ассоциации монстров. Жук называет Гарроу слабаком. Ведь тот еще ни разу никого не убил. Не успевает Гарроу встать в стойку, как потрошитель и жук сразу же накидываются на него. Гарроу с размаха ударяет жука, но его броня оказывается слишком крепкой. И он ломает кости своей правой руки. Жук наносит Гарроу серию ударов. Первым он вбивает Гарроу в землю. Затем следует второй, от которого охотник за героями отлетает прямо на провода. И его бьет током. Он, как ни в чем не бывало, натягивает провода. Его отбрасывает, словно из рогатки, навстречу своим противникам. Гарроу отбивает атаку монстров, после чего те еле встают на ноги. Гарроу считает, что сможет с ними справиться. Ведь они ничто по сравнению со стариком. Если кто не знает, он имеет в виду Бэнго. Жук удивлен тому, что обычный человек продержался так долго. Но потрошитель говорит, что против двоих монстров он выстоять не сможет. Потрошитель все еще считает Гарроу слабаком. Монстрам надоедает. И они решают, наконец, покончить с ним. Гарроу отвечает, что готов к сражению, так как он сражался с большим количеством врагов. Охотник на героя, выплюнув свой сломанный зуб, принимает позицию. И предупреждает, что те даже один раз не смогут его ударить. Но он не успевает начать бой, как слышит плач Терео. Появляется Медуза, держа мальчишку в шупальцах. На лице Гарроу проявляется шок и заметное волнение. Он вспоминает этого монстра. Он видел его в городе, когда дрался против стальной биты. На вопрос Жука, что Медуза тут забыл, монстр отвечает, что у него с Гарроу свои счеты. Это приводит его в бешенство. И он кричит, что Малец ни при чем. Воспользовавшись моментом, Потрошитель налетает на него со спины. Нанося своими острыми лезвиями глубокие порезы. За ним атакует Жук сильным ударом в живот. Гарроу выплевывает свою кровь. Потрошитель наносит ему многочисленные удары, кромсая его плоть. Жук останавливает его, напомнив, что им приказали не убивать Гарроу. Но тот отвечает, что слишком поздно, так как их противник уже мертв. Взяв мальчика, они втроем уходят, оставив бездыханное тело Гарроу на асфальте. Дойдя до своего убежища, монстры кидают Торео в темницу. В темнице оказывается еще один мальчик, сын одного из управляющих ассоциаций героев. Итак, они находятся в заточении вдвоем. На следующее утро к ним приходит королевский потрошитель, желая им доброго утра. Он сообщает, что пришел по их душеньке. Он просит Торео встать и говорит, что его время пришло. Второй мальчик, думая, что Торео освобождают, начинает кричать. Почему его тоже не освободят? Но потрошитель говорит, что не собирается его освобождать. Он просто хочет с ним поиграть. Мальчик в ужасе плачет, зовя на помощь героев. Но монстр затыкает его, сказав, что ни один герой не придет ему на помощь. Затем мы видим Гарру, который с невыносимой болью приходит в себя. Даже не понимая, где он находится. Гарру встает на ноги и постепенно вспоминает то, что было вчера ночью. И удивляется тому, что вообще остался жив. Вспомнив о Торео, он задается вопросом, что же случилось с мальчиком? Гарру резко расстраивается, подумав, что его могли убить. Он пытается остановить свое кровотечение, но понимает, что оно уже остановлено. Его костюм прилип тем местам, где был разорван, и он не хочет отлипать. Гарру вспоминает, что это подарок Геру. Сделав растяжку, он понимает, что пора во всем разобраться. Первым делом, он решает направиться в ассоциацию монстров, подумав, что если мальчик все-таки жив, то он точно будет там. Охотник за героями идет в город Зет и спускается в тоннель, который ведет на базу ассоциации монстров. Как только он спускается в тоннель, Геро понимает, что к ним направляется нарушитель. Он задумывается, что это может быть монстр, который хочет вступить в их ряды, или же герои. Но второе, он сразу отклоняет, так как считает, что в одиночку никто бы не стал действовать. Геро-геро знает, что решающая битва на носу, и понимает, что нужно ограничиться небольшими действиями. Благодаря своим способностям, он знает примерное местоположение нарушителя. Он отправляет туда монстров, дав распоряжение узнать, кто вторгся на базу, если это монстр сопроводить, если герои, то делать, что они захотят. С ужасающими криками они направляются туда, но некоторое время спустя за ними отправляют еще монстров, но на этот раз высокого уровня, так как те еще не вернулись. Эти монстры задаются вопросом, а что если вдруг это герои уже атакуют нас? Они думают, что пока что ни одного признака появления героя нет, и они думают, что этот нарушитель действует один. Как говорил Геро-геро, они уверены, что геройская ассоциация никак с этим не связана. Внезапно они натыкаются на разорванные трупы тех монстров, даже им было мерзко на это смотреть. Они думают, что это точно не человеческий рук дело, и они решают, что нарушитель является монстром. Монстры предполагают, что, наверное, к ним в гости решил зайти какой-то монстр-психопат, вроде Королевского Потрошителя. Один из монстров растерян и считает это проблемой, но другой говорит, что это не так уж и важно, и что надо найти и ликвидировать угрозу. Монстры вспоминают о Королевском Потрошителе, ведь он кричал о жажде крови, и вот пришло время ему заняться своим делом. Один из монстров подозревает, что если его нету рядом, значит тот пошел за мальцом, которого вчера привел, он уже не может себя сдерживать. Тем временем Торео плачет и кричит без остановки, моля о помощи Потрошителя, это лишь забавляет. На вопрос Торео, зачем он это делает, Потрошитель отвечает, что он монстр, и признается в том, что его никогда не интересовало, будут править монстры или нет. Единственное, что им движет, это жажда крови. Монстр уже приближается к Торео, мальчик слезно просит о помощи, и в этот момент, разнося стену, влетает Гарроу. Потрошитель с удивлением поворачивается к нему и замахивается своим клинком, но Гарроу одной рукой останавливает его острое лезвие, одним мощным ударом разбивает противника голову. Это, конечно, не убивает монстра, но на его лице виден ужас и страх. Гарроу разрывает королевского Потрошителя на части, тем самым уничтожив противника. Он говорит Торео следить за ним. Гарроу сдирает бинты с тела Потрошителя и перевязывает им свои раны. Взломав дверь наружу, Гарроу отчитывает Торео и предупреждает, что если его схватят вновь, то ему конец. И они вместе направляются к выходу. И еще, друзья, к слову, Гарроу специально отправил двух самых своих агрессивных монстров за Гарроу, зная, что те не удержатся и вступят с ним в бой. Он на это и рассчитывал, так как он хочет сделать из Гарроу совершенного монстра, который превзойдет даже короля монстров Орочи. Гарро говорит, что ему нужно пройти через огромную боль и страдания, как физической, так и ментальной. Снова и снова. И еще он говорит, что король монстров Орочи тоже когда-то был обычным человеком. Он говорит, что бесконечные поражения и жертвы сделали его совершенным существом, которое можно назвать королем монстров. И еще, что это он создал Орочи. И если Гарроу будет хорошо расти, то он станет новым Орочи. А если потрошитель и жук перестараются и убьет Гарроу, значит этого он и заслуживает. Это были слова Геро Геро. Как мы знаем, Гарроу с легкостью уничтожил королевского потрошителя. На этом все, друзья. Если вам понравилось данное видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. С вами, как всегда, был Аниманго. Всем пока. Ваш клан утихо истреблен раз и навсегда. Субтитры сделал DimaTorzok